Продолжение следует... Продолжение следует... Следующие параметры мы решаем таким образом, каким-то образом наши проблемы. Мы находим нужный опыт, мы находим междинциплинарную команду, которая занимается подобными пациентами. И если уж есть какие-то РКИ, то они, безусловно, будут сконцентрированы в руках именно этих специалистов. Но есть и недостатки. Во-первых, это миграция в системе здравоохранения, потому что эти центры, научные экспертные центры, они не везде расположены. И, соответственно, есть проблема чисто логистическая, которая может быть проблемой. Во-первых, мы должны принимать внимание географию разных стран. Она может очень сильно отличаться. Не все пациенты, конечно же, будут от этого получать преимущества. Некоторые просто не смогут добраться до подобного научного центра. Будут листы ожидания и так далее. То есть есть некая внутренняя проблема, которая будет в основном основана на культурном контексте, на логистике, на финансовых моментах, на бюджетах и так далее. Это скрытые некие моменты. И также эти экспертные центры, они могут также плохо обеспечивать рутинную помощь. Потому что одно дело предоставить некую третичную помощь. Они могут быть великолепны в стратегических каких-то моментах, в принятии решений. Но при этом у них может быть слишком большой поток пациентов, например, и может не справляться средний медицинский персонал. То есть, соответственно, мы должны общаться. И вот подобная сеть должна позволить нам централизовать наших пациентов, опираться на серьезный опыт врачебный, при этом не перенаправляя наших пациентов серьезно. И это серьезная проблема также. Серьезная проблема, связанная с общением, со взаимодействием, заключается в том, что мы должны попытаться, постараться это воплотить все в жизнь. Это само по себе очень непросто. Соответственно, взаимодействие сегодня, возможно, оно является реальным в некоторой степени. Потому что у нас есть информационные технологии, и эти информационные технологии предоставляют нам инструменты для подобного взаимодействия. Мы можем на них опираться в нашей клинической сети взаимодействия. И, в конце концов, то, что мы проводим сегодня, то, что мы делаем сегодня, является таким прекрасным примером. И то, что мы делаем, в принципе, сегодня, это многочасовая конференция, которая идет сейчас, бесперебойно идет. То есть технологии уже существуют. Мы фактически научились сегодня эксплуатировать те технологии, которые у нас есть в руках, в абсолютно новом ключе, в новой манере. Даже сегодня, днем, сегодня вечером мы с вами общаемся. И проблема не в наличии информационных технологий, а технологии уже действительно в наших руках есть. Проблема заключается в том, как научиться работать вместе. И, безусловно, это момент, который связан прежде всего с доброй волей, с желанием работать вместе. Но также это проблема и чисто методологическая, потому что, на самом деле, делиться клиническими случаями и просто общаться по интернету – это не то же самое, что собраться междисциплинарным комитетом внутри одного здания. И то, что касается междисциплинарного комитета, опять-таки, даже этому мы должны были научиться. Это не так просто, это не просто принять решение индивидуально, как врач, лечащий врач или хирург. Вы должны советоваться с коллегами. И, в принципе, вот это общение, оно в основном базируется в референсных центрах. У нас есть некоторые референсные центры, но абсолютно необходимо иметь вот такие экспертные центры, центры, которые накапливают этот опыт. Соответственно, мы должны на них полагаться. Но что очень важно для понимания? Прежде всего, то, что нам нужно иметь вот эти хабы. И нам нужно понимать, что вот это взаимодействие, оно никаким образом не стирает эти референсные центры с лица земли. А наоборот, опирается на их работу. Поэтому нам нужно сказать, давайте общаться, давайте снизим фонды для вот этих референсных центров. Нет, абсолютно нет, и я имею в виду как раз наоборот. Референсные центры должны работать именно на их основе. Мы делаем на основе их накупленного опыта, мы делаем вот эту сеть взаимодействия для того, чтобы помочь большему количеству пациентов. Но в то же время, вот с точки зрения вот эти перекладинки, да, вот эти рукоятки этой схемы, это не то же самое, к чему мы привыкли в системе здравоохранения. Вы обычно это видите по-другому, потому что в нашей сети по редким опухолям вот эти рукоятки, эти, так скажем, мостики между центрами, они именно каналы, по которым мы можем делиться пациентами, делиться клиническими случаями, получать новый опыт клинический. Потому что то, что касается редких опухолей, нам нужно обязательно работать вместе с междисциплинарной командой. И вот эта перекладина, эта рукоять, она должна расти и развиваться. Или, например, мы лечим пациента многие месяцы при помощи химиотерапии, и мы не приходим к никакому консенсусу с другими специалистами. Да, это, наверное, неправильно. Соответственно, вот это перекладинка, этот мостик, это как раз возможность очень высокого, предоставить помощь очень высокого уровня, заручиться поддержкой специалистов высокого уровня. Затем то, что касается взаимодействия пациента. Это абсолютно нового типа пациент, и мы должны убедиться в том, что этот пациент является комплиентом, то есть он соответствует критериям, качествам. Это тоже очень непросто, потому что у вас не просто клинические критерии, у вас, так скажем, организационные критерии, критерии организации, с которыми должен столкнуться пациент. Например, в нашей сети очень большая проблема – это соответствие временным рамкам. Потому что, например, пациент с саркомой, если он проходит неводивантную химиотерапию, он должен все это проходить в определенное время, то есть мы не должны время упустить для этого пациента. И есть еще кое-что, с чем мы должны, безусловно, соответствовать внутри этой сети взаимодействия. Итак, Анализа уже говорила о организациях, которые занимаются редкими опухолями. Мы пытались выработать 10 рекомендаций, больших таких крупных рекомендаций. Вот это наши рекомендации. Итак, вы все их можете найти, эти рекомендации, в вот этом буклете. Вот такой буклет, который доступен на веб-сайте. Вы можете его загрузить бесплатно. Это PDF, документ в PDF-формате. И мы пытаемся выработать, так скажем, 10 глав, чтобы для удобства использования. Каждый из этих глав включает в себя одну рекомендацию, то есть 10 глав по 10 рекомендаций. И последние, кстати, были выработаны пациентскими сообществами, пациентами, живущими с редкими опухолями. И здесь у нас все это соотносится с целями устойчивого развития 2030, потому что это реалии нашего будущего. Это не некие мечты, это то, что нужно воплощать в жизнь. И здесь я хотел бы подчеркнуть редкие солидные опухоли взрослых, потому что педиатрическая онкология, она очень хорошо разработана и развита. И у нас есть онкологи, педиатры, они это центры очень высокого уровня, где централизуются все пациенты, дети с опухолями. Это гематологические опухоли. Это также область, которая обросла удивительными научными традициями. Есть прекрасные институты, научно-исследовательские центры, которые работают в этой области. Они специалисты-специалисты, но нет никакой отдельной специализации по редким солидным опухолям взрослых. Именно поэтому эти 10 являются приоритетами для нас. Мы пытаемся на данный момент обучать молодых онкологов, только пришедших в онкологию врачей, как раз рассказывать им об этих редких солидных опухолях у взрослых, для того, чтобы подчеркнуть значимость медицинского образования и исследований в этой области. И фактически на данный момент мы уже четыре раза организовали в Милане вот эту встречу. Она ежегодная. Это клинические, так скажем, новости, новости клинической медицины в области редких солидных опухолей взрослых. И мы еще раз сделаем, конечно же, эту встречу. Мы ее организуем не в ноябре, не в декабре 2020 года, а в январе, скорее всего, или в январе 2021 года. Возможно, она будет онлайн-конференцией для того, чтобы молодые онкологи лучше ориентировались в этих редких опухолях. Мы получили уже большое количество запросов от молодых опухолей, от разных специалистов и от разных ассоциаций. Поэтому я очень надеюсь, что если мы перейдем в онлайн-формат, то мы даже увеличим нашу аудиторию. И опять-таки у нас есть мысль всегда о том, что о развитии на будущее и о специализации онкологов в области вот этих редких солидных опухолей взрослых. Спасибо. 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 Спасибо.